Отопительный сезон стартовал, пуск тепла завершился как в учреждениях социальной сферы, так и в многоквартирных домах. Впрочем, работы у коммунальных служб все еще много. С начала сезона в Центр управления городом поступило более двух тысяч заявок по пуску тепла. Если раньше ульяновцев волновали сроки подачи отопления, то сейчас обращения касаются завоздушенности систем, а также нарушения гидравлического режима. На Ленина-122, например, отопительный сезон возвестил о себе чересчур громко. Вот эта труба, и из нее раздается вот такой шум. В общем и целом, отопительный сезон в многоквартирных домах начался. Те инциденты, которые возникают незначительные, мы их устраняем. Граждане обращают в Центр управления городом посредством как телефонной связи, так и обращения поступают нам с платформы обратной связи с постинцидента. Незамедлительно данное обращение перенаправляется в управляющие организации, либо в ресурсоснабжающие организации. И в течение часа-двух данное обращение приводится к соответствию. За состоянием теплосистем в многоквартирных домах следят управляющие компании. В тандеме с жильцами, которые своевременно сообщают о проблемах, недочет устраняются оперативно. Есть у нас проблемы, в основном это по доступу на верхние этажи, где требуется строиться воздушные пробки. Не всегда мы можем в свое время туда попасть, поэтому еще небольшой объем работы остался. А в целом все дома запущены, работаем сейчас по отдельным стоякам. В некоторых многоквартирных домах готовиться к топительному сезону собственники начали заранее. Совет дома номер 82 по проспекту Гая провел опрос жильцов о возможных проблемах. Помимо основной подготовки до наступления холодов там успели восстановить отмостки, кровлю и цоколь. Редактор субтитров А.Семкин